Здравствуйте! В эфире программа Патрули, я и ведущий Александр Петрушин. Не справился с управлением, задавил пешехода, более 40 пьяных водителей и как избежать ДТП. Все это и не только в сегодняшнем выпуске. Поехали! В Баранхекческом районе нетрезвый водитель сбил пешехода. Установлено, что 60-летний мужчина, управляя автомобилем, двигаясь задним ходом, сбил женщину. В результате аварии от тяжести полученных ранений женщина скончалась в медучреждении. В ходе проведения медицинского освидетельствования инспекторы ДПС установили у 60-летнего водителя состояние опьянения 0,45 мг алкоголя в выдыхаемом воздухе. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В Кызыльском районе нетрезвый водитель без водительских прав совершил ДТП. 28 октября около полуночи в дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Кызыль-Эрзин. Сотрудники полиции установили, что 19-летний мужчина, управляя ВАЗом, не справился с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. В результате аварии в медицинское учреждение Кызыла с различными травмами были доставлены 19-летний водитель, а также четверо пассажиров от 17 до 24 лет. В момент ДТП участники дорожного движения не были приснегнуты ремнями безопасности и были пьяны. В ходе проверки водителя установлено, что 19-летний житель села Шамбылык является злостным нарушителем правил дорожного движения. Молодой человек, не имеющий водительского удостоверения, в текущем году привлекался к административной ответственности 8 раз. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку. К слову о любителях пьяной езды. Сотрудники ГИБДД в минувшие выходные задержали 43 нетрезвых водителя, 4 из них повторно. В выходные дни с 25 по 27 октября сотрудники госавтоинспекции в ТУВЕ провели оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Мероприятие направлено на пресечение фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, а также на профилактику дорожно-транспортных происшествий. Не пойман, не вор. Этой поговоркой в большинстве случаев руководствуются любители пьяной езды. Во время сплошных проверок остановили темно-зеленую иномарку. Из машины исходил запах алкоголя. На вопрос, вы употребляли алкогольные напитки, водитель ответил, что везет друзьям алкоголь, может, он и пролился в салоне. При проверке выяснилось, что он был лишен права управления авто за пьяную езду. А на этот раз драгер показал 0,65 промилле. Ваше состояние, оконопьянения, установлено. Понятно? Помимо пьяных водителей, во время проверки были задержаны и нерадивые родители, которые, несмотря на страшную статистику гибели детей во время ДТП, перевозили своих чад без детских удерживающих устройств. Детские автокресла не то, чем можно пренебречь. Оно может спасти ребенка во время аварии. За 9 месяцев текущего года в республике произошло 65 дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей, в результате которых 38 человек погибли. 118 участников дорожного движения получили ранения различной степени тяжести. За 9 месяцев 2019 года за управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержано более 2,5 тысяч водителей. Напоминаем, что управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное подобное нарушение предусмотрена уголовная ответственность. С начала текущего года в ТУВе возбуждено 391 уголовное дело по данной статье. Уважаемые участники дорожного движения, не оставайтесь равнодушными, своевременно сообщайте информацию о водителях, которые управляют автомобилем в состоянии алкогольного или иного опьянения по телефону дежурной части госавтоинспекции 566 11 566 29. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Быстрая езда захватывает дух, но иногда и жизнь. Вы готовы выиграть несколько секунд и подвергнуть опасности свою жизнь и жизнь пассажиров? Каждый день задерживают десятка нетрезвых водителей. Сколько молодых в жизни удалось спасти, а сколько нет. Рано или поздно каждый нетрезвый водитель приводит к смерти. Всегда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаете, какое ДТП носит больше всего жизней? Выезд на встречную полосу. На дороге нет сильных или смелых, есть лишь умные и глупые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не мамины руки и не мягкая игрушка, а только детское удерживающее устройство способны сохранить жизнь вашему ребенку в случае дорожно-транспортного происшествия. Дайте автокреслу шанс спасти вашего малыша. Казалось бы, автокресло – это мелочь, но эта мелочь имеет огромное значение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наибольшую опасность представляет собой автомобиль, который едет быстрее, чем способен думать ее водитель. Помните, беда редко приходит на скорости ниже 60 км в час. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы быть в памяти детей завтра, нужно быть в их жизни сегодня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Взрослые, помните, вы явились на свет без запасных частей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть действующий займ? Срежем ставку. Город Кызыл, улица Дружба, 157, улица Ленина, 53, улица Лапсанчапа, 40. Телефон 222-28. При рассмотрении причин автомобильных аварий в большинстве случаев разбирают ошибки и нарушения, которые допускают водители. Однако значительная часть ДТП на улицах происходит по вине пешеходов. Наезд на пешехода представляет собой один из наиболее распространенных видов дорожно-транспортных происшествий. Традиционно в случае наезда принято обвинять водителя. Это в значительной степени связано с тем, что пешеход является более уязвимым и намного сильнее страдает при ДТП. Как не стать жертвой ДТП? Расскажем далее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пешеход такой же участник дорожного движения и также обязан соблюдать правила дорожного движения. Пешеходам необходимо помнить, что с наступлением осени и понижением температуры поведение транспортов средств меняется. Увеличивается тормозной путь, ухудшается управляемость. Кроме того, пешеходам в темное время суток при предвижении по проезжей части необходимо иметь на одежде светоотражающие элементы. Для чего это нужно? Проверим прямо сейчас. Как показывает практика независимой экспертизы после ДТП, немалая часть наездов совершается и по вине пешеходов. По статистике пешеходы становятся виновниками ДТП в среднем 16-17% случаев. Основная доля наездов приходится на темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. Сопутствуют этому обычно неблагоприятные погодные условия дождь, слякоть, туман, в зимнее время гололед и отсутствие какой-либо защиты у пешеходов в виде свето-возвращающих элементов на верхней одежде. В 6 вечера на улице уже достаточно темно. Скоро и утренние часы станут сумеречные. И большую часть, путь от работы и школы до дома, либо обратно, будет проходить вне светлого дня. Поэтому пешеходам следует позаботиться о дополнительных мерах безопасности. Для пешехода очень важно быть видимым. И не все это понимают. Выбирая практичные темные тона. А ведь это делает их практически незаметными, особенно в пасмурную погоду, в сумерки. Применение свето-возвращателей пешеходами более чем в 6,5 раз снижает риск наезда транспортного средства на пешехода в темное время суток. При движении с ближним светом фар водитель замечает пешехода со свето-возвращающим элементом с расстояния от 130 до 140 метров, когда без него с расстояния от 25 до 40 метров. При движении с дальним светом он заметит пешехода на расстоянии до 400 метров. Ну а самим автовладельцам рекомендуется выбирать скоростной режим, исходя из реальных дорожно-климатических условий, чтобы избежать наезда на пешехода, пусть даже и вышедшего на проезжую часть в неотведенном для этого месте. За 9 месяцев текущего года по вене пешеходов произошло 79 транспортных происшествий, в которых 16 человек погибли и 64 пешехода участника дорожного движения получили травмы различной степени тяжести. С участием пешеходов в состоянии алкогольного опьянения совершено 37 происшествий. Поддельные документы В минувшие дни сотрудниками госавтоинспекции Кызыла для проверки остановлена Toyota Camry. Водитель, 30-летний кызылчанин, предъявил инспекторам ДПС водительское удостоверение. При проверке документа установлено, что удостоверение с аналогичным номером и серией выдано другому лицу. Водительское удостоверение изъято и направлено на экспертизу. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Покупатели поддельных водительских удостоверений полагают, что с приобретением таких документов их проблемы решены. Однако необходимо знать, что приобретая поддельные права на вождение автомобиля, гражданин становится преступником и, соответственно, несет уголовную ответственность. Поддельное водительское удостоверение обнаруживает себя при первой же встрече с инспектором ДПС. Во-первых, такие документы не числятся в базах госавтоинспекции. Во-вторых, на оригинальных документах есть знаки защиты, которые отсутствуют на подделке. В-третьих, если даже на поддельных правах будут реальные серия и номер, под которую готовятся бланки, исход не изменится. Поддельные документы выявляются при первой же проверке. Прежде чем обращаться к услугам по изготовлению поддельных водительских удостоверений, необходимо подумать, что в данном случае вы в большей степени рискуете нажить еще массу новых проблем, чем решить уже имеющиеся. С 6 до 10 лет и с 14 до 19 лет лишения свободы. Верховный суд России ужесточил наказание сестрам из Агда-Урака, которые в марте 2017 года жестоко расправились с молодой супружеской парой и их двумя малолетними детьми. Судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела апелляционное представление прокурора, апелляционные жалобы потерпевшей и осужденных. Верховным судом Республики Тыва путем использования системы видеоконференц-связи было обеспечено участие адвоката, защищающего интересы потерпевшей. Сама потерпевшая лично присутствовала в зале судебного заседания. Доводы осужденных, находившихся в следственном изоляторе, были также заслушаны при помощи подключения систем ВКС. Сторона обвинения просила об отмене приговора, направлении дела на новое расследование и об усилении меры наказания. Осужденные настаивали на позиции, высказанной в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции. Убийство четырех лиц было совершено младшей сестрой, а старшая невиновна. Изучив материалы дела, заслушав доводы участвующих в деле лиц, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации определила о внесении следующих изменений в приговор Верховного суда ТУВЫ от 7 августа 2019 года. Усилить старшей сестре назначенное наказание до 10 лет лишения свободы с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима. Совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения младшей сестрой было признано отягчающим наказанием обстоятельства. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказания ей окончательно назначено 19 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима. На этом выпуск программы «Патруль» подошел к концу. И в заключении я напоминаю наши контакты. Адрес электронной почты и телефона редакции на ваших экранах. Смотрите программу «Патруль» также на YouTube-канале Тувинская единая служба информации. Теперь точно все. Берегите себя и своих близких. До свидания.